Преодолеть пределы возможного Расширить пространство воображения Проникнуть в законы мироустройства Дать свежий импульс новым проектам Стать героем важной персоны Субтитры подогнал «Симон» Вы знаете, хотелось бы, чтобы вы меня и зрители просветили относительно состояния нынешнего российской науки Я объясню, откуда вопрос В начале 90-х академики Абалкин, Шаталин мне говорили, что наша отечественная наука, экономика, промышленность целенаправленно разрушаются младой реформаторой Ну, была вот у них такая идея Разрушили или нет? Или вообще это миф о том, что у нас наука разрушалась? Вы знаете, на самом деле наука безусловно разрушалась Она разрушалась хотя бы тем, что резко обвалилось финансирование Понимаете, слова, как говорил один великий человек, слова говорят, это про любовь А про дело, говорят, это бумаги и деньги И на самом деле наука безусловно разрушалась, ну, в первую очередь отсутствием финансирования Но понимаете, на самом деле, ведь всегда очень сложно описать двумя цветами любой процесс Он на самом деле намного более сложен, многослойным и многогранен Поражение от победы сам ты не должен отличать Вы действительно, смотрите, вот была такая расхожая фраза в начале Что вот бегство ученых отсюда, здесь, значит, денег нет, наука разваливается И в этом смысле есть ее развал Она перестала финансировать, потому что рухнула промышленность, ликвидировали Исчезли заказы от промышленности Денег у государства нет, цены на нефть низкие, все И, как бы, в первую очередь не финансируется наука И люди побежали отсюда, как крыса с тонущего корабля Значит, но при этом в этом процессе было несколько, так сказать, разных аспектов Во-первых, я хочу сказать, когда говорили, что лучшие уехали, это неправда Вы поймите простую жизнь, мы времени не выбираем, мы в нем живем и умираем, да? И вот вопрос заключается в том, что вы либо должны бороться за свое, как бы, что-то двигать, делать за себя, за свою науку, за дело, за Родину Либо вы поехали чисто, как бы, так сказать, понимаете, вот вы живете в квартире, да? И вам надо делать ремонт Конечно, вы испытываете неудобства Вы должны жить в грязи, каким-то образом преодолевать какие-то сложности и прочее А можно выехать, если у вас позволяют условия по каким-то причинам, материальные что-то На чистую лужайку, в хорошее место И, так сказать, переждать, пока здесь кто-то сделает за вас ремонт На самом деле, это именно так Да, но мне кажется, извините, я вас перебью, мне кажется, там ведь не только был материальный аспект Вот в этом исходе, а ведь еще речь шла и о престиже В Советском Союзе все-таки ученые, это вот просто, ну это была элита по определению А потом, когда у нас появилось понятие, там, про олигархов мы стали говорить И вообще деньги стали действительно таким, не только формирующим достаток Но и формирующим репутацию людей И многие люди себя чувствовали унижены не в смысле отсутствия денег А в смысле того, что их занятия, теперь мы объяснили, что то, что они там работали на космический проект Или на атомный проект, хорошо вам знакомые проекты Это никому не нужно Это абсолютно, так сказать, ожиданно, я эту мысль провожу уже, наверное, лет 15 мы, так сказать, вслух Она совершенно тривиальная, я вам приведу простой пример Вот смотрите, сегодня в Европе реализуется большое количество крупных мегапроектов И мегапроекты крупные, они всегда определяют лицо науки Это то, что на переднем крае Вот все очень хорошо знают про ЦЕРМ, да, коллайдер линейный с Женеей, все знают Вот такого типа проектов сейчас в Европе энное количество Вот есть сам ЦЕРМовский проект Затем есть еще более значимый проект Это ТОКОМАК Потому что он имеет технологическую перспективу Это новый термоядерный источник Который строится в Кадараши на юге Франции Это международный термоядерный реактор Это прообраз будущей термоядерной энергетики, которая придет на смену атомной Теперь, кроме ЦЕРМа и ТОКОМАКа, есть еще два проекта в Германии Тяжелоионный протонный ускоритель в GSI и рентгеновский лазер на свободных электронах в Гамбурге Два проекта в Германии Вот теперь представьте себе Наши люди, которые здесь всегда были работающие в области создания и использования этих мегаустановок Это всегда была такая элита научная Потому что эти люди работали на переднем крае науки На краю, так сказать, прорывов и так далее На стыках И создавая крайне сложное оборудование И крайне дорогое, хочу обратить внимание Установки стоят миллиарды долларов Скажем, допустим, ускоритель какой-нибудь, синхротрон, нейтронный реактор и так далее Так вот, эти люди здесь У нас всегда страна, любая страна, которая заявляла о себе Как, так сказать, возможным игрокам в технологическом рынке Она первое, что делала, заводила у себя либо ускоритель, либо синхрон, либо нейтронный реактор Это делала Ливия, Ирак, Вьетнам Каждая страна, я не говорю там про Индию и Китай в свое время, еще раньше Каждая страна заводила у себя эту установку Зачем? Чтобы показать миру, что она может держать такое сложное оборудование Это была заявка А страны, которые умели разрабатывать эти установки, придумывать их И строить, придумывать принципы Эти страны образовали элитный клуб И Россия в этом элитном клубе занимала практически одно из ведущих мест Вот в церне встречные пучки придуманы нами Масса вопы, я не буду сейчас давать детали Я могу им перечислить, масса принципов, на которых это строилось Было придумано нами Из того, что вы сказали, занимало, должен ли я сделать вывод, что все, чем может гордиться современная российская наука Это все то, что досталось нам наследство со времен Советского Союза И ничего проливного и нового за последнюю четверть века Нет, конечно нет Вы понимаете, какая вещь? И да, и нет Ведь наука, в чем есть ее сила? Я не буду называть страны, чтобы никого не обидеть Ну я вот, так случилось, мы все тут корабейниками служили в прошедший период И я, так сказать, ну вообще регулярно, как бы я всюду где-то работал Но в эти годы, так сказать, мы в поисках там заработков, еще чего-то мотались И вот в одной из стран успешных сегодня очень я читал лекции Я вам должен сказать, что это разговор слепого с глухим Вот страна, которая вроде что-то производит, что-то делает У них университеты, все шикарно выглядит С пересаженным американской профессурой, так сказать, ну той же нации А результат такой, они не восприимчивы ни к чему, а почему Гумуса нет Нет культуры, нет традиций и нет школ Понимаете? Вот весь ответ Поэтому вы можете чему-то научить Но это вот что-то, оно и остается, оно не вырастает ни во что Это традиция Но я хочу вам сказать другое Здесь есть школьные традиции, гумус И в этом смысле созидание это процесс непрерывный Понимаете? Если мы когда-то придумывали одни принципы, на которых сегодня мир массу вещей делает Это не значит, что мы их придумали в советское время и больше ничего не придумали Я вам приведу простой пример Вот, например, термоядерный синтез В 50-х годах Что такое термоядерный синтез? На пальцах Я думаю, нашим зрителям было бы очень интересно понять Вот у вас в реакторе, скажем, в атомной станции У вас происходит, в основе лежит реакция деления Что это такое? У вас есть тяжелые ядра Например, урана, плутония Они распадаются без деталей И цепная реакция Нейтрон вылетел, ударил в атом Вылетел, два нейтрона, два ударила Еще в два вылетел, четыре И у вас идет энергия, идет реакция, цепная, так называем С выделением энергии, тепла По сути, это тепло используется в атомной станции, чтобы кипятить воду дальше Потом пара, крутится турбина, все Котел ядерный Но только тепло, вы дрова можете сжечь А можете положить тяжелый вот уран туда, да? И все Это реакция деления А есть реакция синтеза Тогда речь идет о синтезе легких атомов Водородных, да? Вот Солнце, например У вас это синтезируется, и у вас на порядке больше выделяется энергии При синтезе легких ядер Это термоядерный синтез Так вот, но вы зажечь вот эту плазму Термоядерный синтез можете Но Солнце имеет температуру десятки, сотни, миллионов градусов Эта плазма имеет Значит, у вас нет материала, в который вы могли бы, так сказать, эту плазму положить Потому что ничто не выдерживает А магнит? Магнитное поле Магнит, ну вот видите Вот, но это ясно, видите, вы хорошо это знаете Но это впервые было придумано Я слышал ваши беседы просто Я хочу сказать, что это впервые было придумано и сделано в стенах Курчатовского института В 50-х годах это было предложено И впервые в мире было реализовано магнитное удержание плазм Дальше этому никто там не верил, не считали И вот Курчатов в своей речи в Харуэле впервые, значит, открыл это, сказал Все было как бы военное дело И после этого сюда стали ездить иностранцы, которые действительно увидели, что получаются такие температуры и так далее И после этого вот это все стало разворачиваться, во всем мире стали строить эти приборы Они назывались ТОКОМАК Троидальные магнитные катушки, да? Вот ТОКОМАК, русские буквы Во всем мире этот прибор называют ТОКОМАК И это было придумано в советское время Ну это что значит? В 50-е годы Первый ТОКОМАК, потом второй, потом третий, потом первый сверхпроводящий ТОКОМАК И так далее То есть это развивалось непрерывно И весь мир это стал делать И сегодня по нашей, в частности, инициативе, по совместно российско-американской И в этом заслуга нашего руководителя Евгения Павловича Велихова В первую очередь реализовался, поддержанный нашим президентом, тогда Путиным Этот проект ИТЭР По созданию международной терминальной реакции Стоимость 10 миллиардов, 8 стран, включая Европу Это реализует советский принцип Советское название ТОКОМАК в основе И казалось бы, да, используется советская разработка Но понимаете, какая вещь? Это же не советская разработка Это тематика, которая была начата Курчатским институтом в Советском Союзе Она развивается непрерывно и сегодня И мы ключевые игроки на этом рынке Но мы же не сидим на месте Мы работаем, создавая ИТЭР, в это время и сейчас У нас создается принципиально новый ТОКОМАК С сильным магнитным полем В рамках российско-итальянского проекта, нового Мы сегодня разрабатываем принципиально новый подход Зеленой ядерной энергетики На сочетании возможностей ТОКОМАКа На использование потока нейтрона Для переработки топлива Чтобы была безотходная атомная энергетика Так называемая зеленая Это называется термоядерный источник нейтрона в ТИН То есть, потому что есть школа Есть, не важно, есть ли у тебя исследователи А важно, есть ли у тебя последователи Вот они есть И в этом смысле мы сохраняем устойчивость Во всех этих направлениях Что произошло? Вот мы здесь подразваливались, да? И в этом пришлось выйти наружу И вот эти проекты, которые пошли ЦЕРН, ИТЭР, вот то, что я говорил Иксфел, они пошли в значительной мере Благодаря тому, что высшие пробы Ученые, высшие мировые пробы Вышли на открытый рынок И толкнули эти проекты Они дали деньги, а мы дали туда Интеллектуальные силы Я никак не хочу принизить и уменьшить наших коллег, партнеров Но мы инжектировали туда Интеллектуальный потенциал в первую очередь На начальном этапе И толкнули эти проекты Дальше мы начали подтягивать технологии Здесь, создавая то, что называется In-kind contribution Давая туда денег не было Какие-то изделия Это два И в этом смысле, спасибо, мы за их деньги Начали возрождать и поднимать части Своей высокотехнологичной промышленности А третье, мы стали давать деньги Вот, например, в Лазерно-Свободных электронах Гамбург, я член управляющего совета Там, значит, миллиард с лишним он стоит Евро Там 50% покрывает Германия 25 плюс 1 Россия И остальные 25 с трудом платят еще 12 европейских стран То есть, по сути, мы теперь А в основе лежит советская идея Создание Лазерно-Свободных Значит, вся Европа Собрав миллиард с лишним Строит прибор, который придуман в России Американцы уже его построили Весь мир их сейчас строит Но самый лучший будет вот это, где мы участвуем Значит, идея наша Раз Масса технологий, которые мы туда поставляем Наши, которые мы здесь разрабатываем Но теперь мы являемся крупнейшим Финансовым инвестором этого проекта после Германии Надо ли так понимать, если наука в такой степени зависит от финансирования Что нынешняя ситуация с ценами на нефть Прогнозы, что в 2016 году цены могут упасть и в 20 долларов за баррель Будут проблемы с финансированием и науки тоже отечественной Вопрос заключается в следующем Ясно, что конъюнктура там нефтяная, другая Она, так сказать, ясно, что будет действовать В этом смысле не в сторону улучшения финансового состояния Но при этом это дает нам толчок, посыл И в то же время шанс, так сказать, резко диверсифицироваться И это происходит полным образом Я вам приведу простой пример Не говоря, как бы, о, так сказать, деталях Но вот я 10 лет директор Курчатского института До этого я был, ну, параллельно До этого и параллельно 15 лет директором Одного из крупных академических институтов И я вам хочу сказать, что Вот у нас есть бюджет Бюджет у нас за последние 10 лет вырос существенно Он достойный Его всегда денег мало всегда Но, тем не менее, тоже масштаб хороший И позволяющий много дел Но что самое важное У нас до этого был бюджет А сегодня мы зарабатываем больше, чем этот бюджет У нас сегодня более 300 действующих договоров Вот сейчас Но это не договора, что мы выиграли какие-то гранты у министерства Те же государственные деньги А это договора с реальной промышленностью С атомной, с военной, с газовой, с космической, с медицинской Понимаете? Это говорит о том, что все начало двигаться Всем нужны результаты и дела И все на это дело находят деньги Понимаете? А вот вы говорите бюджет Ведь что говорят? Говорят, Ковальчук, друг Путина Вообще Ковальчуки Поэтому и бюджеты А была бы другая ситуация У Курчатовского Дела бы были бы не так хорошо Я когда сюда пришел Здесь бюджет был 300 миллионов рублей для института такого И полтора или два миллиона иностранной технической помощи Которая шла в основном на уничтожение нашего атомного потенциала Подвинул его поддержку Помощи, которая... Да, помощи, которая опосредованно приводила к тому, чтобы... Ведь давайте так Вы же должны понимать прекрасно, как устроена была жизнь Вот наши партнеры, когда пришли на начальном этапе Они что сказали? Вот смотрите, у вас все технологии отсталые Давайте мы сейчас вот остановим ваши заводы Все как бы пускай нет Дальше мы вас проинвестируем Поставим вам новые технологии Там а-ля евроремонт в каждом месте Да? И вы через какое-то количество времени Будете производить ультрасовременную Высококонкурентоспособную продукцию Ну а пока вот это произойдет Пока мы профинансируем Пока мы поставите в эту технологию Мы вам завезем свои, так сказать, вещи Ну всему Продукты вам завезем Машины, автомобили, корабли И отказался И тем самым фактически Это было такое Целенаправленное уничтожение потенциала Великого потенциала великой страны По сути Ну вот зачем далеко ходить? Давайте посмотрим на нашу бывшую республику Вот Латвия, я очень хорошо знаю Прибалтику В Прибалтике была первоклассная советская наука Да? Как сказать Которая принадлежала школам нашим Известной во всем мире Вот возьмем Латвию В Латвии производились Единственные электрички поезда Это был рижский вагоностроительный завод РВЗ Огромный завод на всю страну Они производили единственный завод в стране В Советском Союзе Который производил микроавтобусы РАФ Латвия Это был один из лучших радиозаводов Который производил приемники ВЭФ Которые шли на экспорт И массу другого обороны Я уже не говорю о специальной военной продукции Духах, там еще трикотажей Динтерс, да Вот видите, все помнят Вот сегодня там Вместо этих заводов Так сказать Либо открыт торговый центр Либо гуляет ветер И надо понимать Что это есть уничтожение конкурентов Под видом Там была наука И у них сегодня вообще Там есть какие-то фирмочки Вот есть, например, в Тарту Институт физики был еще в советское время Построен мощный Мы с ним сотрудничали Сегодня там сидят разные фирмы Которые припавят контакты Ну так, условно, грубо В какой-то ерунде Которые привозят с запада туда Так вот, с нами делали то же самое Но не получилось И не получилось в частности Потому, что Ковальчук И не потому, что он чей-то родственник Или брат В частности Потому, что меня мама так воспитала Понимаете? Мама у вас историк И вот мы во второй части передачи Как раз поговорим и про историю Вопрос, который на поверхности лежит Родители, историки А сыновья стали заниматься физикой Почему? В знак протеста? А вы знаете, вопрос очень такой вот Интересный В том смысле, что Это непростое дело Вот тогда был, знаете, вот после войны После войны После реализации атомного проекта Потом атомная энергетика появилась Потом космос Потом масса всего происходила Была такая колоссальная эйфория Подъем у нации Победившей, так сказать И такое колоссальное технологическое развитие И в этом смысле тогда вот Помните, нынче физики в почете Нынче лирики в загоне И в это время, вот где-то начало 60-х годов Был колоссальный бум Причем после такой сокрытости Атомного проекта Атомного космического Начало что-то приоткрываться Еще до Хрущевской Такая, ну, Хрущевская оттепель Так называемая, уже происходила Конец 50-х, начало 60-х годов Я школу заканчивал как раз в 60-м По-моему, в 64-м году Если я не изменяю память И я вот хорошо помню Тогда вот в газетах была все время Дискуссия физики и лирики и так далее И я совершенно логически, имея корневую систему Гуманитарную, родители, историки Так сказать, окружение В основном, в большей части было гуманитарное тоже Ну, оно разное было, конечно Но гуманитарное превалировало в определенном плане И я хочу сказать, что и это было очень, так сказать Все на слуху, модно Гуманитарное дело И, естественным образом, я где-то с 7-го класса Ходил в Эрмитаж еще Папе Петровскому В кружок исторический Когда тут был директором, ходил В исторический кружок И, в общем, я устойчиво Я сейчас даже нашел в тетради Там у меня по поводу картин, монет Там целые сочинения были И прочее Я там опрессионизмом, в частности, увлекался И вот я, на самом деле, абсолютно целенаправленно Думал поступать на искусствоведение и прочее Но, вы знаете И вот перелом Это все происходило на фоне дискуссий Вот физики и лирики У нас был такой приятель близкий у родителей Которые учились вместе Такой профессор Калитеевский Завкафедрой на физфаке Ленинградского университета Ну, он был очень яркий человек Он был абсолютно гуманитарный Прекрасный Кстати, его сестра была переводчиком Вот Лунный камень, по-моему, Колинс Или как я забыл, да, вот это То есть, так, вообще, переплетение Гуманитарных вещей этих Причем, их приятельница ближайшая была Долинина Наталья Почитаем, Онегина вместе Она работала в такой полудиссидентской 319-й школе Там, Бродский Тут вообще много чего было Я в Ленинграде жил И в этом смысле такая гуманитарная жизнь Она засасывала абсолютно И как бы она была частью жизни И моей в частности Но вот как-то сидя на кухне У черного хода в коммунальной квартире На театральной площади Читая статью Надо было решать, что делать О юноше обдумывающем житье И мам как-то бросил фразу Понимаешь, говорит Потому что хорошо, что ты хочешь поступать Там на ИСВАД, в искусствовении Но это вот то, что должен знать Любой образованный человек Но это не специальность Надо иметь специальную И вот я пошел заниматься физикой В 10-м классе Ну, как бы целенаправленно И поступил на ФИСВАД Вот и все И на самом деле Вот так что это все очень просто А то, что супругу вы потом выбрали историком Это совпадение, что у вас жена историк? Вы знаете, это же уже Знаете, какая вещь Дальше вот то же самое произошло с моим братом Он так же поступил на физфакт Там, двигался, защитил Ну, 10-й, 2-й Получил там в 30 с лишним лет государственную премию За разработку лазерного лоджика Это очень знаковые работы были Все, но это была такая вещь Вот как бы А с женой мы познакомились абсолютно Ну, понимаете, круг же был простой И поэтому, так сказать, супруга И так вот получилось Это тоже было такое мгновенное дело Но так сложилось Не потому, что я выбирал специальный человек С историческим образованием Родители, ведь он занимался историей блокады Ленинграда Как вы относитесь к дискуссиям, которые появляются в социуме В основном с подачей моих коллег-журналистов О том, что вообще блокада Ленинграда была не нужна Надо было сдать город Спасли бы миллионы жизней И так далее Вот ваши отношения, как человек, который что-то знает про этот предмет больше, чем я допустил На самом деле, я вам отвечу Здесь очень простая вещь Во-первых, если говорить о папе Который вот недавно В 13-м году Недавно ушел из жизни На будущий год будет 100 лет Со дня его рождения Он был 98 лет Он был абсолютно в здравом уме И физически, так сказать, абсолютно до последней минуты И я хочу сказать, что Ведь у папы была очень интересная жизнь Потому что он закончил Он поступил в Лифли В 30-х годах В конце был такой институт И в Москве, и в Ленинграде Институт философии, литературы И так далее Такой гуманитарный Потом его схлопнули с Истфаком, например, в Ленинграде И папа оказался в Лифли Слитым с историческим факультетом Там он с мамой познакомился Но в 39-м году он окончил университет И Сталин, тогда был такой набор десятитысячников И все ходили в форму И в морскую форму, так сказать Погрузили на корабли в 39-м году И он оказался как раз в Севастополе Когда началась война, там в училище Ну, не важно Это такая длинная история Но после этого папа оказался на военной службе И он преподавал историю военно-морского искусства Военно-морской академии в Ленинграде И есть учебник Я вот сейчас как раз готовил столетие Сейчас как раз достаю эти книги Я поэтому очень хорошо знал У него был целый раздел о пунических войнах Я хорошо знал, почему расстреляли колонны Как отпиливали носы у кораблей побежденных И вот он занимался этим очень интересным делом А потом в 61-м году, когда Хрущев начал Масштабное сокращение армии Которая была огромна после войны Ее никто не трогали И он начал масштабное на миллион человек Или на миллионы Он ее сократил в 61-м году И папа был... Две академии слили в Ленинграде Там была академия Ворошилова И вторая была... Ну, Ушакова, по-моему Ну, неважно, их слили И он был туда переведен Заведующим кафедрой на адмиральскую должность И вот для меня это было поразительно Мне тогда было 15 лет Он пустил в ход все свои связи Все Он полгода занимался тем, чтобы демилизоваться Ну, потому что он был не военный человек И, так сказать, он вот совершенно потратил Неимоверные усилия И, знаете, вот тут вспоминаешь всегда Я, моя любимая, одной из любимых стихотворений Радиарда Кипра, знаешь Если ты готов к тому, что встал К тому, что, как бы, достиг там Или что-то стал выложить на стол Все потерять и все начать сначала И так далее И вот человек, которому было 45 лет Который был, ну, полковник морской, так сказать Понимаете, одет, обут, кандидат военных наук Все уже практически доктор Завкавин на адмиральской должности Все бросил И ушел младшим научным сотрудником В академический институт Просто в 45 лет начать жизнь сначала Понять было невозможно Я вот это просто вспомнил У меня это был такой какой-то шок Я просто этого не понимал И вот по факту он дальше выстроил Свою вторую жизнь абсолютно Став крупнейшим специалистом По блокаде Ленинграда Но он сам выбрал эту тему Сам начал ей заниматься Причем это было очень интересно Вы знаете, тогда были еще все живы Участники войны Скажем, в 60-х годах Им было всем лет по 60-65 Они были в соку, если можно так сказать Они были все на должностях И вот у нас и папа первое, что сделал Он издал книгу, называется Оборона Ленинграда Там сборник воспоминаний участников Там много десятков людей Но масса людей, которые как бы определяли Все было в саму блокаду Ленинграда Начиная с Мерецкого маршала Николая Герасимовича Кузнецова Потом командующего военно-морским флотом Главный маршал авиации Новиков Там генерал Маркиан Маркилович Попов Который был командующим фронтом Эти люди все были у нас дома И я там 15-16-17-летний юнец Они у нас в коммунальной квартире сидели Они все пили, говорили про Сталина Ударяли, выпив уже кулаками там по столу Я вот это просто помню Каждый день они были все великие люди Выигравши эту победу И вот это была такая атмосфера И папа это все сделал Записал это все живьем Он с ними был в очень хороших отношениях И сдал вот эту первую книгу А потом это его увлекло И он дальше стал этим заниматься И в частности Ледовая дорога Вот это была его докторская диссертация Дорога жизни Ленинграда И вот сегодня, как раз недавно Вот в этом кабинете Разговаривал с частью людей Которые вот сегодня этим занимаются Часть из них была там с ним связана Аспирантами или что-то Ну вы понимаете сами Что как бы, ну жизнь Она всегда многогранна В ней все присутствует Да, очевидно совершенно Но мы с вами что хотим Если были отдельные какие-то случаи Ну так сказать, какого-то неправильного поведения Очевидно, что были Это все ясно Но что было главное? Главное был героизм Который спас культурные ценности Ведь можно же говорить о том Как спасали сокровища Эрмитажа Как спасали русский, скажем, музей Или особенно, например, сокровища всех пригородов Которые были варварски уничтожены фашистами Вот на моих глазах В царском селе я жил в Пушкине Вот так сложилось Там были руины от царско-сельского дворца и лицея Просто руины Вот где янтерная комната была вывезена Там были руины У меня вот есть фотографии Где я ребенком гуляю Просто стены после пожара А сейчас стоят дворцы Уже много десятилетий И это происходило на моих глазах Огромное количество людей наших же Вот там близких Не участвовало в этой реставрации Вы понимаете, если вы хотите Увековечить память людей Как бы поднять смысл Значимость истины Своей страны Хотите воспитать правильно настроенных людей Которые должны Понимаете, иметь Любовь к отеческим гробам Но если вы хотите Рассказывая о блокаде Написать книгу Из одного частного случая людоедства И этому посвятить эту книгу Я не думаю, что это правильный путь Я ответил? Да, да Вы абсолютно ответили Но вот я Вы когда-то То есть, понимаете Вот секунду Я вам отвечу еще Вы знаете, вот Большая часть людей Которая состоялась в эпоху перемен Она стала обеспеченной Знаковой Заняла позиции На отрицании С собственной стороны И они на этом состоялись И они пытаются продолжать И это говорит о том Что они неспособные люди Они другого не могут Либо ангажированы Либо другого не могут Просто слабые Понимаете, о чем идет речь? Вот они состоялись На отрицании С собственной стороны И они пытаются это продолжить Да, вот здесь я вернусь Прямо к самому началу Нашего разговора Потому что вот Когда мы говорили О разрушении науки Отечественной Мне все-таки непонятно Люди, которые создали Такие условия При которых Не финансировалась наука Они были недостаточно Компетентны Или это делалось Целенаправленно То есть Или мы когда мы говорим О том, что Вот они взяли Собрались и решили Вот мы будем уничтожать Промышленность и науку Это уже конспирология Не могу понять Нет, вы знаете Это же на самом деле не так Понимаете? Ведь надо было что-то менять Это правильно Но самый простой путь Двигаться на отрицание И люди, достигнув успеха На этом пути Они его закрепляли А дальше они Знаете, вот у Истушенко Есть такое очень хорошее стихотворение Логика влезших и не влезших В трамвай И смысл его в том Что идет трамвай Облепленный людьми А рядом бегут люди Которые хотят сесть И они бегут А те, кто уже в трамвае Их ногами отбивают Чтобы они не прицепились Но самое интересное в том Что как только человек прицепился Он сразу начинает бить Тех, с кем бежал рядом И на самом деле Это вот такая простая Очень аналогия Она по сути такая Вот эта логика Так и происходила Но то, что нужны перемены Это был факт Но не нужно уничтожение Ведь знаете, вот такой был генерал Реколер Адмирал американский Который аналог нашего Александра Он был автор Отец атомного флота Американского Он где-то там В 60-х годах сказал Что главный Главный враг Национальной безопасности Соединенных Штатов Это советская средняя школа Понимаете И когда нам начинают объяснять Что у нас нет образования У нас нет Мы никого к себе как бы не берем Да Ну не переманиваем Как это делается А наших людей берут Как лучших Как наиболее образованных Наиболее творческих Правильно подготовленных И это есть наглядная Как бы оценка Уровня нашего образования Понимаете Которая говорит о том Что на самом деле Представляет наше образование Представляет или представляла Представляет До сих пор Ведь понимаете Оно же разное Вот у меня ребенок Мой сын Учился в 45-й школе Английская Знаковая школа Где был миллиграмм Такой известный директор Где масса поколений Прошло и прочее Потом вот внук В эту школу шел Она рассыпалась Как бы все из руках Менялось Все прыгали Скакали А вот у меня внучка Сегодня там 7 лет разницы Она уже учится Ну не в этой школе Не важно Уже стабильно Не меняешь школу Не прыгай Ни по каким там Частным Нечастным Нормальное образование Глубокое Совсем другое И модифицированное И очень современное Понимаете Ну всюду картина разная Но по факту Произошли глубинные изменения В образовании Это так же Как они происходят в науке Понимаете Вот мы с вами видим Скажем Вот Курчатский институт Одно из лучших Научных учреждений мира По факту Как было Так и есть И сегодня Одно из лучших И передовых Учреждений мира По тематике По смыслу По наукам По наукам Тем которые мы развивали раньше По совершенно новому В полном смысле Мы впереди планеты всей Вот Академия наук Чуть-чуть задержала В своем реформировании Но сейчас тоже подтянется Идет реформа Она идет болезненно Что естественно Но это происходит Понимаете Поэтому Про внучку мне скажите А внучка потом Законит школу И поедет в Лондон Как принято Почему Поехал сын Потому что это внучка Ковальчука Только поэтому Потому что Она сама Это знает Что она этого Не будет делать Хотя они говорят На иностранных языках Свободно на нескольких На английском Свободно И внучка И внук А ваше отношение к тому Что дети Внуки Наших элитариев Отправляются И учиться И жить За границ Вот знаете Не судите Да не судим И будете Это первое утверждение И я считаю Что люди Как раз Есть В этом есть Счастье Сегодняшней жизни Что человек Может выбрать Свою судьбу Может провести Жизнь в Париже Может получить Детей там Как угодно И в этом смысле Мы открыты миру Принадлежим ему Мир принадлежит нам Но мы не космополиты Да Но Вопрос заключает в том Если говорить О людях Которые являются Чиновниками Я не знаю Депутатами Но люди Которые представляют С собой государство Власть И все остальное Мое глубокое убеждение Что они должны Учиться Лечиться Отдыхать Они должны Долго Это не значит Что они не могут Куда-то съездить Это другой вопрос Но в принципе У них должны быть Ограничения И эти ограничения Если они сами Не понимают Внутренне Что они должны У тебя есть два варианта Уйди с должности И делай что хочешь И в этом и есть Свобода выбора А делать и то И другое Это два Займоисключенных действия С моей точки зрения Например Для меня Но это знаете Как в двоичном коде Меня так мама воспитала Меня Моего брата Я воспитал так детей И у меня очень много людей Которые именно так и воспитаны Понимаете Поэтому Вот это одна часть Вторая вещь Люди Кого может быть Мама так не воспитала Вначале Либо еще Они рванули туда Но дальше Это же так сказать Все встает на свои места В мозгах У кого они есть Довольно быстро Понимаете Вы поскольку Человек который Хорошо знает Мое ремесло Поскольку Вы сами Являетесь В общем У вас это ремесло У меня это так сказать Ну а это же все зависит Не от статуса А от уровня исполнения Поэтому Про уровень исполнения Мы говорим Поэтому Последний вопрос Я хотел бы Вот как Скажите Какой вопрос Вы ждали от меня И я его Вам не задам Вот Какой вопрос Был ожидаемым И Так сказать Вот Вы были настроены Нет Ожидаем Или что Я хотел бы Чтобы вы меня Что вы хотели бы А я не спросил Ожидаем Вопрос был Да У вас Очень просто Когда Вы боретесь С системой С какой-то Что Самым простым Являетесь Путем Вам надо Создать Образ Антигероя Да Значит Как его создать Всегда Самая простая вещь Вы должны Его воспитать Этого антигероя Создать Это требует Времени И денег Раз И это всегда Трудно Затратно Сложно И долго А вам надо Сразу Поэтому Наиболее Выгодная Вещь В состоянии Антигероя Взять Человека Который Известен Его все Знают Обратите внимание До того Как появился Путин Которого не знал Никто И я его Не знал Я был Директор Академического Института Член корреспондента Российской Академии Наук Доктор Наук Професс Понимаете Я состоялся К тому времени Полностью И еще Кроме того Я уже работал В Курчатском институте Будучи директором Синкротрона И будучи директором Академического института И членом Академии И это никакого отношения Не имело Ни к брату Ни к свату Я знаю И тем более к Путину Вот вам весь ответ Но дальше вам Можно написать Что угодно Говорить Это есть опять Фигура речи И она очень удобна Она преследует цель Опять раскачивания Власти Ипатажа И так далее Теперь про вопрос Второй Вы знаете Вопрос Я как раз думал Очень важно Вы знаете Я например Люблю стихи Вот сейчас Проходит год литературы Вот он заканчивается Я тоже был В ряду тех людей Которых Довелось Почитать Толстого Я вот так Поймал себя на мысли Почему Наверное Я тяжелее отношусь Скажем Достоевского Или Толстого Больше люблю Чехова Жизнь стала Такая очень сложная На самом деле У нас доминирует У молодежи Клиповое сознание И такая вот Так сказать Такая картина Она в этом смысле Ну в стихах У вас сублимированная мысль Вы сразу фразу берете И все Мы времени не выбираем Там или так далее Любой И в этом плане Мне кажется Что вот сегодня Очень не хватает Как бы привлечения Интереса К собственной литературе И в первую очередь Поэзии Потому что Вы знаете Я вот в свое время Так сказать Там воспитывали Сына или внука Я заставлял их Учить стихи Там Цвета Вахмату Пастернака Мандельштама Пушкина В первую очередь Я говорю Вы должны себя Каждый человек Должен Примерять К жизни Грубо говоря В одиночной камере Вот все заберут Заберут Там иностранные часы Штаны Костюмы Особенно когда Это вещество Только наступало И вы останетесь Сам собой И только с тем Что у тебя есть И вот этим И определена Твоя ценность Только Тебе с собой Должно быть интересно Всегда И вот это Главная вещь Стихи Это есть одна из Так сказать Таких вот Один из атрибутов Который дает возможность Иметь в голове Целый мир Хотя вроде бы Так совсем Не заметно Вы сказали С собой Должно быть интересно Мне было очень интересно С вами Спасибо большое Огромное спасибо Спасибо Вы знаете На самом деле Я очень доволен беседой Если она была вам интересна И Евгению Это первое Второе Вопрос неожиданный Вы знаете Наверное Меня ничто не поразило В вопросах Но Вопросы все были Надо сказать Что правильные Я еще когда На предварительной стадии Я был поражен Профессионализм Вашей команды Потому что Все вещи Которые вы предварительно Так сказать В виде возможных вопросов Обсуждали Они были очень глубоко Так сказать Сформулированы И было видно Что за этим стоит Большая глубокая работа И это сегодня Я увидел Во время беседы По факту Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому